Добрый день, дорогие мои! С праздником День Пиридесятницы! С Днем Пиридесятницы! Я бы сказал даже с праздником Святого Духа! Это время в истории нашей планеты, когда Дух Святой посетил нас. Бог пришел к нам в виде Своего Духа. И вы знаете, хорошая новость в том, что он был до тепла. Более 2000 лет назад он сошел на планете Земли. И он сошел, чтобы быть с нами. Поэтому я поздравляю вас с этим замечательным деньом. И вопрос даже в том, что не день мы празднуем, мы празднуем личности. Это похоже на то, что у вас день рождения и пригласили людей. Не тот день празднуем. Мы празднуем вас как личность и как именинник. Просто этот день имеет отношение с твоим приходом на планете Земли. Так и же сегодня мы вспоминаем Святого Духа. И мы вспоминаем, почему Он пришел. По сказке Иисуса Христа, Евангелие от Иоанна 16 глава 7 стих, что лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо когда я пойду, я пошлю вам Святого Духа. Придя Он, Он наставит вас всякую истину, Он утешит вас и так далее, и так далее. И мы рады, что Иисус исполнил Своего Слова. Когда было это слово исполнено, Деяние апостолов 2 глава написано, «При наступлении дня Пятидесятности все они были единодушны вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились всех Святого Духа, и начали говорить на их языках, как Дух давал им провешивать». Это удивительное событие, и это событие, слава Богу, что не закончилось с учениками Иисуса Христа, но и продолжается и с нами, и будут продолжаться с тем, которые придут после нас, нашим детям, и поколения, которые придут после нас, до прихода Иисуса Христа. Дорогие мои, хорошее новое заключаю в том, что в тот день, когда Дух Святого Саша был определенное собрание, ученики собрались вместе, они были единодушны, и это очень важно, когда мы собираемся вместе, и особенно, когда целое наше собрание – ожидать что-то от Бога, или ожидать Бога, чтобы Он что-то сделал с нами, или изменил, или благословит нас, или укреплять нас, назидать нас, утешить или благословить. Но хорошая новость в том, что Дух Святой уже пришел на такое собрание, и до того, что Он приходит на подобные встречи, где люди Его ожидают, то ли по семейной кругу, то ли по кругу друзей, то ли по кругу верующих в церковном собрании, или на конференции. Каждый раз, когда Его ожидают, Он проявляется. Он уже пришел, но открывается нам, и мы ощущаем Его присутствие. День Пятидесятницы, когда Он пришел, Его приход совпало с этим днем. Случайно ли это? Не думаю. Бог все продумал, все планировал, чтобы именно день раньше и не день позже. Дни Пятидесятницы. Но именно этот день. Потому что для сознания тех людей в том регионе и культуры, то, что День Пятидесятницы несет с собой определенное послание. Сам День Пятидесятницы – это послание для иудеев. Потому что, когда мы читаем книгу Левитов, Моисеева, 25 глава, мы понимаем, что Бог говорил народу. Что именно этот День Пятидесятницы имеет особое послание для народа. Первый – это День искупления от долгов. День, когда все дороги прощаются. Это Пятидесятый год. День, когда земля отдыхает. И это День искупления для народа Божьего. Народа Божьего – израильчане. И поэтому не случайно, что Дух Святой пришел этот День, чтобы подтвердить, что Иисус есть ключ к нашей искуплению. Искупление нашего крови Иисуса Христа. Окей. Второй – это День прощения от грехов. Когда люди прощают друг друга, приходят друг к другу, признают проступка их при друг другом, и они прощают друг друга, и молятся за друг друга, и исцеляются, чудеса происходят. Поэтому, как и Дух Святой, Он сверхъестественен, и Его приходят сверхъестественные, и все, что связано с Ним, сверхъестественные, потому что Он – Дух Божий, так и же происходит сверхъестественное отпущение, то есть прощение от грехов. Все грехи наши Господь прощает. Поэтому День Педидесятницы для людей – это не День искупления от грехов только, но прощаем дороги наши. Как Иисус сказал в молитве, молитвы, прости нам дороги наши, как мы прощаем должникам нашим. То есть это ободаюстранное, ободаюстранное. Друг друга мы прощаем, и молимся друг за другу, и исцеляемся. Чудово. Халлелуя. Поэтому День Педидесятницы несет в себе эти характеристики. Искупление от дорогов, прощение от грехов. Третий. Свобода – это День Свободы от рабства. День Свободы от рабства – это время, когда те, которые находятся в рабстве, их отпускают и заявляют, вы свободны. Халлелуя. Поэтому Дух Святой также сошел этот День передися символично, чтобы мы понимали, что Его прихода, тот День, это говорит о том, что пришел День Свободы для всех рабов греха. Халлелуя. День Свободы от рабства греха, от силы тьмы, от господства этого века, от власти сатанистки, как Иисус сказал Павел. Я призвал тебя, быть свидетелем, того, что ты увидел, и что я тебе открою. Ты пойдешь и освободишь людей от власти сатани. Халлелуя. Поэтому это День Свободы от рабства. День передися символично, также послание о том, что День новой жизни для нового человека. День, когда мы возрождаемся. Представьте себе, человек, который должен кому-то, или он раб, или в долги какие-то, и тот День передися отнеси, он получает прощение, свободу, искупляет все, как он будет жить. Он чувствует в себе, что бремя на его плече, все снято, все снято, и он свободен, он становится новым человеком, бездарков. Это День, новая жизнь. Он начинает жить, как будто у него никогда, никогда в этом свете не было дороги. И так же Дух Святой пришел, чтобы помочь нам начинать новую жизнь во Кресте. Аллилуйя. Как будто у нас никогда не были грехи. Аллилуйя. Аллилуйя. Поэтому День 50 несет послание День новой жизни для нового человека. Аллилуйя. И этот день может быть для вас сегодня. Аллилуйя. Мы читали Деяния по 2 главе, и мы поняли, что есть что-то связано с Днем 50-м для людей того времени. И что это такое? День наполнения Бога. Они прославляли Бога, благодарили Богу за Его милости и благости. И День 50-м когда Дух сошел, что Он делал? Он наполнил все, кто ожидали Его. Более 120 человек в ту комнату единодушно. И Дух пришел каждому из них. Он не пришел как оптам. Он пришел индивидуально каждому, наполнил каждого и сошел на каждого. И каждый начал говорить, как Дух давал ему говорить, провисевать. Аллилуйя. Это День наполнения Богом Святым Духом. Вот это пятое послание. Шестое послание это День Юбилея. День Юбилея. Юбилей это праздник. Праздник это время радоваться, иметь причины радоваться. Поэтому День 50-м напоминает у нас есть за что радоваться в жизни. И Сасва Божьей ходит понятие Сасва Божьей. Сасва Божьей это радость Святом Духе. Именно Святом Духе. О, пасы Сапсу, я не могу радоваться. Нет, он говорит, радуется. Дух Святой за тебя не будет радоваться. Ты будешь радоваться Святом Духе. Ты радуешься, что Дух Святой сошел. Ты обходишь все трудности и начнешь радоваться о том, что Дух Святой уже пришел. Аллилуйя. И седьмое послание. День Пятидесятности – это день восстановления. Восстановление достоинства, восстановление чести, восстановление личности, восстановление человечества, восстановление силы, восстановление свое Бога данное призвание и месте и вооруженным Духом Божьим. И Его силою и быть частью Божьего естества. И начинать говорить как человек наполненным Духом Божьим. Стать голосом Иисуса Христа. Стать голосом Святого Духа. Аллилуйя. И восьмое, восьмое, когда мы читаем о дне Пятидесятницы Левитов, это был день вхождения когда Бог благословляет каждого человека и он увидит свое владение. Люди входят в свое собственное имущество, владение, материальное благословение. Дух Святой пришел, чтобы это тоже подтвердить. сегодня у меня есть только короткие такое послание для нас. Восемь посланий, которые несет с собой день Пятидесятницы. Первый, это день искупления от дорогов. Второй, день прощения от грехов. Третий, день свободы от рабства. День новой жизни. День наполнения Богом Духом Сетим. Сестой, день юбилея. Седьмой, день восстановления. Восстановление достоинства, честь, личность, физическое здоровье. Халлилуйя. И день вхождения своих владений и призваний. Халлилуйя. Халлилуйя. Господь даст будущее. Мы возьмем каждое из этих посланий по тему и сделаем серию учения и мы поговорим об этом. Но на сегодняшний день я хочу благословить вас с этим чудесным праздником, чтобы мы с вами понимали одну простую истину. Дух Святой уже здесь на планете Земли. Он уже здесь. И Он ждет, чтобы мы открылись к Нему. Помните два человека, которые ходили согласно Евангелие от Лука 24 глава. Они ходили по дороге, которая называлась «Позвольте мне» открыть потом, что иногда я неправильно произношу слово этого местности. «Эл-Муса» или «Е-Муса» секунду, секунду. Халлелуя. Халлелуя. Когда два из ученики Иисуса Христа шли по дороге Эл-Маус. 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 Окей. По дороге Эл-Маус. И по этой дороге Иисус был с ними. И Он делился с ними. Сначала задали им вопрос, о чем вы рассуждаете? Они сказали, что вы не слышали, что происходит. Некоторые женщины сегодня были в гробах Иисуса Христа и говорят, что Его там нет, то есть Он воскрес и так далее. Иисус начал говорить с ним, объяснять им все, что было написано о Нем и так далее. И когда Он рассказывал им, начиная от Моисея и все пророки объяснили им все, что сказано о Нем в Писании и приблизились к селению, к селу, Он взял хлеб и поделился с Ним и рыбы поделился с Ним и их глаза открылись. И написано, что их глаза открылись. 31 тогда открылись у них глаза и они узнали Его. И даже написано, что они говорили, как Иксесе не горило, когда Он делился с Ним в Писании. То есть Иисус был с Ним. Он уже воскрес был с Ним. Но они не узнали Его. Их глаза были закрыты узнать Его. Но через послание Слова Божьего, что Иисус делился с Ним, а пророчество и так подобное, глаза потом открылись, когда Он начал практически некоторые вещи делать. Делился с Ним пищу, и глаза открылись. И они знали, что это Он все время говорил с Ним. И их сердце не горело, а потом как наши сердца были холодными, когда Он говорил с нами. Так и сегодня Дух Святой уже пришел. Вы меня слышите? Дух Святой уже пришел. Он на земле более 2000 лет тому назад. Без коза более 2020 лет тому назад Дух Святой здесь в Украине. Он пришел и по всему миру. Но как-то для некоторых глаза еще не открылись. Они еще молятся Дух Святой приди, Господь приди, Он уже здесь. Представьте, эти ребята ходили с Иисусом, эти ученики, и они были молились, О, Иисус, воскресь, воскрешай, воскрешай, поднимись из мертвы. А Иисус был с ними. Моя молитва, которую я хочу совершать вместе с вами, чтобы та сфера нашей жизни, где Иисус еще не открылся, чтобы Он открылся. Сфера нашей жизни, где Дух Святой еще не открылся, чтобы открылся. Там, где наши сердца не горят, чтобы начали гореть. Аллилуйя! Он сошел на нас, когда мы приняли Его, и Дух, и сила Его мы приняли, чтобы мы начали двигаться и делать те вещи, которые вы освобождают Его силу. Аллилуйя! Я благословляю вас этим праздником. Я молюсь, чтобы каждый день, ваше имя мы получили подтверждение силы Божьей. Как Иисус сказал, я буду с вами до кончения века. И он был и задействовал чудесами и знаменем. Да Господь благословим еще раз с праздником Святого Духа, помазанием и присутствия Божьей да будешь с вами. До встречи.